Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну как бы обладает достойным уровнем чтобы выйти в экспозицию Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну скульптура она никогда не исчезала просто сам учебный процесс в скульптуре он связан с тем что ребята они работают в сырой глине и после окончания постановки ну учебные постановки они разбираются поэтому вот мы последнюю постановку не разбирали, постарались максимально выставить скульптуру в этом году. Все студенты класса скульптуры, они представлены в экспозиции. Скажите, на сегодня самый старший, это какой уже год учащийся? Вы знаете, я стараюсь так не спрашивать. Я имею в виду, 3 года учится человек там или 4. А, в смысле по длительности обучения. Может у вас какие-то будут или серьезные работы? Есть просто такая девочка Ксюша Рура, которая у меня еще училась, когда ей было 12 лет. И вот сейчас она уже такая взрослая девушка пришла, по-моему, 20 с лишним лет. И вот она как бы решила продолжить обучение. Потому что так ее судьба сложилась, что она связалась с судьбой со специальностью. То есть она как бы работает по специальности художника. Что-то наподобие дипломов в вашем УЗИ будет предусматриваться? Ну, вы имеете ввиду дипломы как Ну, как работа серьезная как бы А, дипломная работа. Да-да-да. Или Ну, хотелось бы конечно на картину выйти или там скульптурную работу какую-то завершенную сделать. То есть в планах есть? Да. Ну, как бы планы хотелось бы о планах не говорить а радовать учащихся как бы новыми свершениями этих планов. Поэтому как-то хочется так, чтобы в основном как бы можно было говорить о результатах а не о планах. Ясно. И выставки у вас полуготичные. То есть Ну, да. Мы хотим мы хотим вот войти в этот ритм как бы делать отчетную выставку по каждому полугодию. Ну, там в связи там с пандемией и завершением постановки в группе ну, в классе скульптуры у нас эта выставка она сдвинулась к середине лета получилась вообще так ну, раньше мы планировали в начале лета делать и вот то есть это начало июня. А подскажите зимний период это месяц? После нового года после жительства. Отлично. Еще хотелось узнать есть ли у вас какие-то достижения то есть ваши учащиеся возможно как-то продолжили путь в какие-то другие образовательные учреждения? Ну у нас нет такой задачи подготовки там абитуриентов для других учебных заведений если там кто-то из наших студентов он успешно сдает экзамены в Питерской Академии или еще где-нибудь то это как бы является обычным эффектом того процесса который здесь проходит и из достижения что вот как бы очень многие наши студенты они начинают себя очень уверенно чувствовать ну как бы видя свои преимущества по сравнению с другими начинающими художниками у нас не просто студенты а у нас учатся молодые художники активные участники ну современного культурного процесса ясно еще скажите пожалуйста сколько у вас мест учебных и ну в целом вот как вам можно попасть то есть есть ли какие-то временные рамки какие-то требования вообще прием проводятся в сентябре то есть и вот в сентябре мы объявляем прием но в этом году я решил оптимизировать группы то есть если раньше было там допустим 4 группы 3 группы по рисунку и одна группа по живописи то начиная с этого учебного года у нас будет две группы и по рисунку и по живописи то есть мы как бы так объединяем обобщаем и скорее всего в этом году будет очень маленький прием потому что ребята которые занимались в прошлом учебном году они скорее всего просто перераспределятся по вот этим группам в целом конкурс большой? ну в прошлом году у нас был конкурс полтора человека на место полтора-два где-то вот так вот в этом году возможно у нас набора не будет из-за того что мы оптимизируем группы то есть это еще не случилось но процесс такой у нас идет в сторону более фундамент фундаментального обучения так чтобы больше было часов работы с натурой если допустим в прошлом году человек который занимался в группе по будням он каждую неделю имел возможность там 12 часов работать с натурой то с этого года будет 24 так серьезно в программе может какая-то коррекция у вас учебная или что-то ну поскольку скорее всего состав учащихся он не будет меняться в следующем году то мы сразу начнем с работы с натурой это будет портрет и таким образом у нас больше времени останется в учебном году для работы с фигурой напомните пожалуйста техники какие вас изучают графические это рисунок графитным карандашом мы используем также уголь рисовальные угольные карандаши мокрый соус живопись это масло что-то из монументалки ну из монументалки у нас больше задания по композиции даются ну я бы хотел держать интригу на следующий год возможно это будет жанровая картина ясно интересно а возможно нет в целом атмосфера нравится как процесс идет интересно много методика преподавания вот копия какое место занимает в преподавании вот насколько скажем так первое место у нас преподаватели когда мы учились они нас даже ругали за копирование считали что это ведет к репродуктивному мышлению что вот вы будете потом как все видеть как репродукция такое все глянцевое вылизанное выписанное как в книжках когда смотришь художник в натуре смотришь и у него совсем не так все написано как в глянцевом альбоме копирование большую роль играет копирование это освоение изобразительной культуры есть такая часть культуры как изобразительная культура которая к сожалению сейчас ушла из повседневного обихода человека и конечно же там когда ты вдумчиво садишься и копируешь классику там по миллиметру разбираешь что ты понимаешь как это все действует у меня такой каверзный немножко вопрос вы как преподаватели в целом довольны учащимися результатами учащихся нет конечно одни словом нет если развернуть как-то ну мне кажется что творческий процесс ставится определенная задача я допустим доволен когда идет индивидуальный рост какого-то учащегося есть индивидуальный рост допустим кто-то выстреливает и человек с удивлением обнаруживает свою работу на афише выставки да вот как в этот раз произошло но я могу только порадоваться то есть они не знают чья нет ну это уже определенные допустим мне очень жаль что ушли оценки ну нормальные оценки в учебном процессе вот это вот когда ставилась пятерка в Киевском художественном институте ну там на весь курс ставилась там да нет не на весь курс вообще на весь факультет одна или две пятерки ставились и весь вся академия она ходила смотреть на эти пятерки то есть потому что это вот это вот это были ли реальные там какие-то а сейчас там ну размытая это система оценивания аббат и е там 100 сколько-то там баллов ну это я считаю что она как бы более точная она ну да там оттенки можно там все вот я поставлю не 2071 а 2072 пал за эту работу и вот пойди разберись там этот оттенок ну может настроение у преподавателя было хорошее или плохое мне кажется что вообще можно либо да либо нет сократить эту двухбальную систему можно ввести то есть двойка это нормально единица да то есть либо да либо нет потому что по факту в изобразительном искусстве либо да либо нет или просто это битовая как бы единица да 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 0 1 оттенки там ну в учебном процессе наверное нужно какие-то промежуточные трехбальные я считаю что 3 балла вполне достаточно 1 это плохо 2 это хорошо ну нормально а там 3 это отлично вообще сиди и радуйся хорошо обратная сторона медали вот как сами учащиеся они довольны вообще ну процессами ну вы знаете ну очень хочется чтобы они не были довольны процессом ну как бы потому что очень много у нас желающих заниматься и каждый раз приходится там приходящего человека разочаровывать что места нет места нет наверное нужно создавать условия чтобы ротация происходила активнее учащихся не засиживались то есть бывает они сами уходят или как или просят уходить или как ну у нас как бы нет такого жесткого ограничения времени обучения но я считаю что двух лет здесь вполне достаточно то есть два года поучиться это вполне достаточно для того чтобы разобраться что к чему и зачем самостоятельно работать развиваться потому что единственная нормальная форма образования это самообразование это самая эффективная форма образования но есть какие-то конечно моменты которые посторонней помощи очень трудно но к этому прийти практически невозможно исходя из того что вокруг действительность меняется все везде цифра и так далее предусматривается ли у вас как-то в будущем внедрение каких-то новых технологий методик или у вас только классика ну вот допустим там в рисунке в живописи технически проще наверное это в традиционном материале делать в скульптуре там начальный процесс обучения тоже проще человеку объяснить когда он работает с реальным а допустим как бы вот цифровая скульптура она сейчас настолько ну как бы дает богатые возможности что вполне возможно там в следующем году фигуру будут лепить в задбраш это уже цель да это ой смотрите я вот такой человек ну с региона вот мне я немножко плохо ориентируюсь допустим в Киеве вот кроме вашего заведения есть ли существует сейчас что-нибудь стоящее ну конечно существуют мастера пока что остались вот допустим Титова Александр Геннадьевич мой учитель ну как институт может заведение ну не могу ничем порадовать ничего порекомендовать не могу то есть только академия Брахнова и все я же никого сюда не приглашаю человек сам приходит это сознательный выбор да скажите пожалуйста вот как вас проще найти сайт что-нибудь газету по телефону по телефону так сейчас телефон есть Святослав скажите еще пожалуйста те кто впервые к вам приходит что вы ну учиться вот что вы им говорите ну если человек хочет учиться то там что можно ему посоветовать если можешь не рисовать не рисуй вот это вот а если уже ты не можешь не рисовать вот тогда уже можно и учиться интересно хорошо знаете как не пишите плохих стихов а если хороших не можно никаких не пишите хорошо а если вот человек благополучно заканчивает ваше заведение то что он от вас слышит напоследок до свидания ну знаете как обучение живописи это такой процесс допустим можно сказать когда начинается можно там четко обозначить дату месяц вот но он никогда не заканчивается не завершается это как бы процесс который длится до конца то есть это вот просто моя задача облегчить какие-то первые шаги человека а обучение оно же может быть ну вот я продолжаю учиться до сих пор я там как бы изучаю специальную литературу что-то думаю пробую вежливее учить интересно еще вот как преподаватель вот вы сейчас среди своих учащихся видите там какого-то там малевича там будущего или там ворхла какого-то я открою малевича и больше никого и ворхла хотелось бы увидеть Тициана Микеланджело хотелось бы увидеть Писарова может где-то там что-то напоминает ясно хорошо что вы еще скажете напоследок нашего надеюсь хорошего интервью всем зрителям вот кто будет этот ролик смотреть спасибо за время уделенное драгоценное меньше смотрите YouTube отлично читайте книгу спасибо спасибо до следующей встречи всего доброго субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!